Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это последний выпуск нашего пути в Лиге Чемпионов в зале Комодив. Мы дошли до максимальной стадии, до финала, я думал, что на самом деле остановится эта рубрика матча так и на шестом, потому что закончим групповой этап и все. Ладно, мы вышли там на Ливерпуль, проиграли в первом матче, я думал уже даже до первого матча, что мы вылетим. Но мы прошли Ливерпуль в замечательной борьбе, поэтому против Реала мне уже было намного легче играть. Также и против Тоттенхэма, но это по первым матчам, потому что мы прям посливали действительно ответные матчи как Тоттенхэму, так и Реалу, но с Реалом смогли, конечно, камбэкнуть в матче, с Тоттенхэмом уже нет и минимально прошли финал. Сейчас мы уже поговорим про Баварию, которая является нашим соперником в финале. Найдем ее сначала на групповом этапе. Вот, она заняла вторую строчку в группе с Тоттенхэмом, которых мы, кстати, тоже выбили из полфинала. То есть, если Тоттенхэм бы прошел нас, они бы встретились снова бы с Баварией. Причем Тоттенхэм побеждал Баварию 2-0, а в ответном матче Бавария 2-1 победила. Хорошо, идем мы дальше. Здесь у нас Бавария вынесла Манчестер-Сити с отсчетом 4-2. Неплохо. В четвертьфинале Бавария вынесла Валенсию, но это легкий прям соперник ему в четвертьфинале попался. Ну и в полфинале серьезный прям соперник Барселоны, главный фаворит. Из всех этих четырех команд именно Барселона, наверное, была. Ну вот, Бавария собралась 3-1 в общей сумме победила. Теперь мы должны все-таки обыгрывать Баварию, потому что никакого другого результата я не намерен здесь видеть. Не знаю, давайте пусть они тоже в красном, в таком бутшорте у нас одинаково будут сливаться. Фарфан на поле, Ататюрка, Олимпиад, стадион готов. Поехали. Ну что же, друзья, вот разминаются игроки Локомотива. Это даже намного дальше мы прошли, чем прошлогодний Аякс, который выстрелил. Ну, Аякс все-таки там и игроки намного лучше, чем у нас были. И молодые, там и Де Йонг был, и Дейлифт еще в том составе. Ну а мы встречаемся против Баварии. Команда тоже серьезная. Она последний раз в году, в 2012, наверное, попадала в финал Лиги Чемпионов, играя против Дортмундской Баруси, если я ничего не путаю. Ну вот. Сезон 2019-2020 заканчивается. Матчем финальным в Турции. Локомотив Бавария. Ну, замечательно. Вот он наш кубок. Ну и вот она стадия плей-офф нам показывает сейчас, да, на ваших экранах. Но нам действительно Ливерпуль, Реал, Тоттенхэм – это очень серьезные соперники. В жизни бы мы их не прошли. Ну и сейчас, естественно, будет вот гимн Лиги Чемпионов. Его мы пропускаем. И вот Бенбик Тхюбедес. Мы, кстати, начинаем. Это замечательно. Федор Смолов у мяча. Поехали. Молодцы, рыбусь. На дальнюю штангу подача. Фарфан 1-0. Тридцать третья минута. Локомотив выходит вперед. Фарфан не сам, конечно, протащил этот мяч. Забил он. Замкнул. Но это тоже плюс. Как же сейчас шикарно играл Локомотив. Ну, просто замечательно. Мац и рыбусь заходит уже здесь. Я понимаю, это кто был? Тео Энандес. Я думаю, что все-таки он сейчас перехватит с собой. Рыховяк. И на Федю Смола. Федя. Здесь все от тебя уже, Федя. Федя. Федос. 20-й гол. Федя Смолов забивает 20-й гол в Лиге Чемпионов. И заслуженно становится лучшим игроком, я надеюсь, этого сезона в Лиге Чемпионов. Просто невероятно. Кто скажет, что я играю только на Федю Смолова, это не так. После этого матча мы посмотрим, кто сколько забивал за Локомотив. Вы увидите, что много было. Забитых мячей, как у братьев Миранчуков, так и у Фарфана, там не помню сколько-то. Но многие, каждый игрок принес огромный вклад. Но просто Федя где-то больше добавил. Мы могли бы и минимально победить, а Федя просто добивает соперника. Соперников это просто невероятно. Только в одной атаке. Вот он, Антон Миранчук. Забивает Жоу Марио. Это разгром. Как замечательно сейчас отыграл Миранчук. Увидел одного Жоу Марио. И Жоу Марио мощным ударом вколачивает. 3-0. Разгром Баварии в финале Лиги Чемпионов. Но это все, друзья. Это действительно заслуженно. Мне кажется, стали клубы против нас слабее играть. Хотя и готовились, наверное, больше после того, как мы вынесли Ливерпуль. Как же замечательно сейчас разложил Жоу Марио здесь. Подработал. Пробил. Ну и так же Нойеру вон закрывали. Зюля, Лаба там. Обзор. Так что Жоу Марио тоже забивает очень много за нас. Это уже шестой гол. Ховяк выигрывает. Тьяго. И все-таки Каутиньо забивает. Вышел на замену Филиппе Каутиньо вместо Мюллера. И забил. 3-1. Бавария уменьшает преимущество. Еще есть, между прочим, время. Еще 23 минуты там до конца. Но я надеюсь, мы сейчас не пропустим. Мы, как в матче против Ливерпуля, в концовках мы очень много пропустили. Ливандовский и это лицо. Но нет, друзья. 3-2. За пару минут забивает два мяча Бавария. Остается 20 минут. Я не позволю, чтобы мы проиграли. Мы вели 3-0. Мы вели разгром. Но вот за 2 минуты забивает Бавария. Миранчук Антон. Ошибка. Ливандовский. Нет. Это 3-3. Это просто сейчас ошибище было. Что я решил выйти Гильерми. Надо было все-таки не выносить просто так. Вот пас отдавать навесом. Надо было отдать. Вперед передачу. Мне вот это вот. Куда-то непонятно в центре. Прям можно было оттуда, наверное, забивать. 3-3. Мы вели 3-0. Алаба. И, естественно, забивает на последних минутах. Ох, слава богу, это было в сайт. Вы просто не представляете, как у меня сейчас все рухнуло внутри. Пенальти. Пенальти. Пенальти в финале. Это очень жестко сейчас будет. Вы посмотрите на нашу статистику и на их. Мы били в миллион раз больше, чем они. Мы еще и первые бьем. Я не знаю, будет ли сейчас тащить, наверное, все мои паненки вот сюда вот. Отлично. Хоть он угадал, мы теперь просто уже гадать сейчас будем. О, все. Бавария промахнулась. Второй такой же просто крыховяк замечательный. Сейчас надо отбивать теперь. Алаба. Отлично. Два мяча отбили уже. Так, Смолов. А у Смолова это хорошая паненка. Вот сейчас Смолов паненка сработала. Я понимаю, что я читерно, но... Три мяча. Мы забили и отбили на серию пенальти. Гильерми герой. Сейчас на серии пенальти мы выигрываем Лигу Чемпионов. Перишич. Мы просто потащили. Два удара. В штангу были. Там, правда, второй мог залететь, но Гильерми все равно правильно угадал. И сейчас Перишич не забивает. Мы все три пенальти забили паненками в левый верхний угол. Это просто читерно, но мы обязаны были побеждать, потому что вот это тоже было читерно. На 68-й и на 70-й голы были забиты. Также на 122-й уже даже минуте Ливандовский с офсайда, правда, забил. Без разницы. Мы забили все три пенальти. Три отбили. Это просто как был... Сейчас вспомню. Клаудио Браво. Это был Кубок Конфедерации, если я ничего не путаю. Тогда Клаудио Браво отбил три пенальти подряд. Три. Это просто невероятно. Тогда тоже 3-0 чилийцы вышли. Вроде как в финал они с немцами играли на Кубке Конфедерации. Все, посмотрите, когда такое вообще может быть. Локомотив выиграет Лигу Чемпионов. Ну и все замечательно. И Ведерн Чорлука. Капитанища поднимает сейчас трофей. Тишина на трибунах. И мы к этому очень долго, друзья, с вами шли. Очень. Тринадцать матчей я посчитал. Тринадцать матчей мы играли. И вот этот последний тринадцатый матч стал для нас просто невероятно трудным. Мы отыграли с 20 минут. И забили еще им пенальти. Как говорит один известный футбольный, ну точнее он фифер, сидеть. Сидеть. И мы посадили сейчас Баварию на место. Три мяча мы пропустили. Это у нас такое всегда случалось, что мы ввели 3-0. Я думал, сейчас нам аукнется тот матч против Реала, где мы тоже проигрывали. Мы проигрывали 3-0. Мы выиграли их 4-3. Камбэкнули. Я думал, что сейчас вот нам Бавария просто отомстит за это. Но мы взяли и отомстили. Мы снова им забили три мяча. Вот эти три заполучных мяча для Баварии будут долго помнятся, как они их первые пропустили в матче. Потом еще по пенальти три мяча они проиграли. Все. Локомотив Москва выигран УЕФА Чемпион Лиг. Мы к этому очень долго шли. Поздравляю всех тех, кто действительно верил в нас как с первого выпуска. Хотя групповой этап был не столько, наверное, все-таки воодушевленный тем, что мы все-таки выиграем. Надежды было мало, но мы боролись до конца. Локомотив Москва побеждает Баварию. 3-0 по пенальти. Все. Это практически как этот финал Милан-Ливерпуль. Тоже мы 3-0 вели. 3-3. Сделал еще от Баварии. Ну и все. Смолов забил все-таки 20 мячей. Ливандовский 9. Но все равно остается на 3 строчки. И мы смотрим. Локомотив здесь. Это Ведран Чорлук. Я так понимаю, становится к трофею. Как капитан. Фотографироваться тоже нужно. Здесь все написано. Локомотив одерживает первую победу в Еврокубках в своей истории. И присоединяется к командам за вашу этот трофей. Напомним, что всего их было 21 команда, которая выигрывала Лигу Чемпионов. Именно пара абсолютно разные команды. Лучший игрок турнира, внимание, должен быть Федя. 20 мячей, да. Федя лучший игрок Лиги Чемпионов. Это действительно так. Вот сейчас бы за Федю действительно бы боролись многие клубы. Если бы он в реальной жизни забил бы 20 мячей за сезон в Лиге Чемпионов. И выиграл бы с Локомотивом в Лиге Чемпионов. Друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok